Добрый вечер всем, разговоры на время отложим. У нас начинается очередной семинар, совместный семинар объекта и ЦИТИ. Выступает сегодня Анна Зуйдина, научный сотрудник Центра трудовых исследований. Вот сказано, вот тема. Значит, сегодня у нас такая работа, которая обсуждается, она скорее такая социологическая, чем экономическая, но тем не менее лежит в русле наших общих интересов, в своем питании, в студенте труда, в профессии и много-много другого. А вот оппонент Василий Аникин, Аня, вам слово, потом услышим оппонента, задаем вопросы и критикуем оппонента, и докладчика, и ведущего, и всех остальных. Аня, приятно. Спасибо большое. Добрый вечер. Большое спасибо за то, что вы пришли. Сегодня я впервые представляю результаты своего исследования, которое посвящено анализу профессиональных различий в динамике субъективного социального статуса при потере работы. Прежде всего, важно сказать, что вообще исследование последствий потери работы – это очень большое поле исследований междисциплинарных и относящихся к самым различным областям социального знания. Занимаются экономисты, социологи, психологи. При этом достаточно стабильно получая результаты, которые свидетельствуют о том, что потеря занятости оказывает негативный эффект на положение людей. Причем показывает это как при помощи объективных характеристик, естественно, это уровень дохода, так и субъективных, связанных с удовлетворенностью жизнью, жизненными шансами, возможностями вновь найти работу и так далее. Несмотря на то, что получаемые результаты, в общем, достаточно устойчивы по разным обществам, по разным рынкам труда, по разным экономикам, тем не менее отдельное направление исследований составляет изучение различий в динамике самооценок у представителей разных профессий при потере работы. Это отдельное, очень достаточно широко представленное направление, которое также анализируется исследователями. И там они обнаруживают значительные различия в динамике самооценок при потере работы. Однако удовлетворенность жизнью или счастье, как по-разному интерпретирует данный показатель в разных исследованиях, связано с значительными сложностями интерпретации. Потому что потеря работы, как показывается в многочисленных исследованиях, оказывает на различные составляющие оценки удовлетворенности жизни разнонаправленный эффект. То есть, с одной стороны, люди теряют основной источник средств существования, а с другой стороны, для некоторых групп профессий возможен и позитивный эффект, связанный с исчезновением очень сильного источника стресса, выполнением обязанностей, требующих большой компетенции и так далее. И в этом плане удовлетворенность жизнью очень сильно критикуется исследователями из-за того, что из-за невозможности поставить какие-то четкие теоретические предпосылки и сформулировать четкие гипотезы, которые можно было бы тестировать. И в этом плане любопытно посмотреть на другой субъективный индикатор, который также часто используется социологами, это восприятие собственного социального положения, субъективный социальный статус. Соответствующие исследования продемонстрировали, что занятость, наличие занятости и профессии – это очень важный фактор субъективного социального статуса, если не сказать ключевой. И в этом плане связь субъективного социального статуса и занятости является более однозначной и более сильной, чем с показателем удовлетворенности жизнью. При этом социологи ранее никак не занимались изучением проблематики последствий потери работы на субъективный социальный статус с точки зрения влияния предшествующей профессиональной группы респондента, но мы можем ожидать, что это влияние может быть неодинаковым для разных профессиональных групп. И общий вопрос, на который мы в данном исследовании хотели ответить, можно сформулировать так, с какой ступени профессиональной лестницы падать при потере работы больнее в терминах самовосприятия. Исследователи проводят разные развлечения между двумя типами незанятости, которые также я провожу в своем исследовании. Прежде всего это безработица и неактивность. Переход из занятости в безработицу, как отмечают многочисленные исследования, сопряженные с большими финансовыми потерями, это и потеря личного трудового дохода, что закономерно, так и долгосрочные финансовые шрамы, которые связаны с тем, что вновь найденное место работы зачастую характеризуется более низкой заработной платой, чем то, которое респондент занимал до потери работы. Но гораздо более важный комплекс следствий, которым приводит безработица, связан с тем, что она сопряжена с потерей одного из самых важных оснований для самоидентификации и выстраивания социальных связей индивида в современном обществе. Как показывают многочисленные работы в современных обществах, потеря занятости приводит к тому, что человек полностью теряет представление на значительное время о том, кто он в терминах общественного положения. И, естественно, это отражается на различных самооценках, на динамике субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью, психическом здоровье. При этом наблюдается такое падение, которое оказывается сильнее, чем при простом потере дохода, изменении состава семьи, появлении или исчезновении собственности и так далее. Второй возможный тип незанятости – это экономическая неактивность. Здесь исследователи также регистрируют значительную потерю дохода, связанную с исчезновением трудовых заработной платы. Но на субъективном благополучии такой переход, как правило, практически не отражается. Исключением составляют только те переходы, которые имеют вынужденный характер. Это, например, увольнение, массовое увольнение на предприятии или, соответственно, переход в неактивность из-за плохого здоровья, то есть невозможность дальше работать. Но исследователи сходятся на том, что в большинстве случаев экономическая неактивность является добровольным выбором индивидов в гораздо большей степени, чем переход в безработицу, так как основные причины неактивности связаны либо с пенсионным переходом, либо с получением образования, либо с рождением ребенка и созданием семьи для женщины. Они предоставляют некое легитимное обоснование для незанятости в глазах членов общества, которое не ассоциируется при этом с неудачей или какими-то личными недостатками, в отличие от безработицы. Я уже сказала о том, что отдельное направление исследований связано с анализом роли профессий, профессиональной принадлежности при потере работы. Почему профессия играет здесь ключевую роль? Тому есть несколько причин. Они представлены в различных теоретических направлениях. Прежде всего, это можно назвать социологию профессии и занятий, достаточно широко представленное направление социологических исследований, которое свидетельствует о том, что профессия в современном обществе является ключевой социальной ролью, которая во многом определяет, как индивид играет все остальные, то есть его поведение, восприятие в самых различных сферах в семейной жизни, соответственно, в потреблении, ценностях и так далее. Помимо этого, в социальной стратификации, в свою очередь, во многих ее направлениях, профессия рассматривается как основное, как базовый индикатор, как базовый фактор социального расслоения. Прежде всего, мы можем здесь вспомнить о теории разделения общественного труда Эмиля Дюргейма, когда он, и о том, как он говорил о том, что более важные профессии в обществе должны вознаграждаться и находятся на более высоком статусе, чем на более высоких социальных позициях, чем менее важные, менее функциональные для общества. Кроме того, в современных эмпирических исследованиях социальной стратификации профессия, профессиональная принадлежность используется зачастую в качестве базового индикатора положения в социальной иерархии. Это самые разнообразные индексы и классификации, часть из которых напрямую построена на известной стандартной классификации профессиональных групп. При этом очень важно, что в этой идее индексов и классификации построена изначально заложенная идея иерархии. То есть профессии физического труда располагаются ниже по своему социальному положению и статусу, чем профессии умственного труда. Ну и кроме того, самые профессии также, как мы знаем, различаются в содержании и условиях труда, значению занятости для самоидентификации, репутационных эффектов, условиях жизни и так далее. И все это позволило исследователям, которые занимались изучением потерь в субъективном благополучии при потере работы, сформулировать две альтернативные гипотезы. Первая из них касается большей уязвимости низкоквалифицированных работников, которые связаны с тем, что они испытывают значительно более сильные ресурсные ограничения по сравнению с высококвалифицированными работниками. Для них потеря занятости означает буквально конец жизни, потому что больше у них нет никаких источников средств к существованию. Вторая гипотеза постулировала большую уязвимость высококвалифицированных работников, обосновывая это тем, что для них потеря занятости сопряжена не столько с потерей средств к существованию, а со значительными репутационными потерями и исчезновением ключевой роли в виде трудовых достижений, выстраиваниями идентичности, которая для них является более болезненной, чем исчезновение просто источника дохода. Имеющиеся эмпирические исследования представляют весьма разрозненную картину, подтверждающую и опровергающую часть из этих гипотез. Так, часть исследования показывает, что безработица в принципе уравнивает различия между представителями профессиональных групп при потере работы. Часть исследований свидетельствует о том, что, да, низкоквалифицированные профессии при потере работы страдают больше в терминах субъективного благополучия. А недавнее исследование, проведенное на британских панельных данных, в свою очередь вообще опровергло обе вышеназванные гипотезы, когда было обнаружено, что наиболее сильное падение субъективного благополучия наблюдается среди индивидов, которые находятся на серединах позициях профессиональной лестницы. То есть именно они теряют в удовлетворенности жизни в наибольшей степени, если сравнивать их с высоко и низкоквалифицированными работниками. Анализируя все эти результаты, исследователи сходятся на том, что удовлетворенность жизни является очень широким показателем, на различные составляющие которого потеря работы влияет разнонаправленно. А именно для высококвалифицированных специалистов падение удовлетворенности жизни может быть не таким выраженным из-за того, что оно сопряжено также с исчезновением постоянного источника стресса, напряжения и ежедневных забот, связанных либо с занятием руководящей должности, либо с каким-то высококвалифицированным трудом и так далее, которые частично компенсируют падение самооценки от исчезновения занятости. Соответственно, из-за этого мы не получаем четкой картины направления движения динамики самооценок. В этом отношении, как я уже сказала, субъективно социальный статус, который представляет собой восприятие индивидом собственного места на социальной лестнице, он, согласно исследованиям, его связь с занятостью и профессиями гораздо более однонаправленно, очевидно и понятно, а именно, если у человека есть занятость, то у него выше социальный статус, чем у тех, у кого, по сравнению с теми, у кого занятости нет. И, соответственно, профессиональные группы также ранжируются в зависимости от того, на каком месте социальной иерархии находятся работники. Было продемонстрировано, что субъективный социальный статус, в свою очередь, является важным фактором как поведения, так и восприятия. При этом потеря работы, исходя из некоторых теоретических посылок, не должна быть сопряжена с какими-либо позитивными следствиями для динамики субъективного социального статуса. И поэтому мы предполагаем, что данный индикатор должен обладать большей информативностью по сравнению с ранее использованными индикаторами удовлетворенности жизни. При этом, как я уже сказала, анализ профессиональных различий при потере работы в данной тематике отсутствует. В исследованиях последствий потери работы этот индикатор не рассматривался. И мы предполагали, что его использование позволит уточнить относительную цену потери работы представителей различных профессиональных групп. Таким образом, целью моего исследования было выявление влияния профессии, которой индивид принадлежал до потери работы, на динамику субъективного социального статуса после потери работы. Объектом выступали безработные экономически неактивные индивиды на российском рынке труда, которые принадлежали соответственно к разным профессиональным группам до того, как потерять работу. Предметом исследования были их самооценки. Опираясь на предшествующие исследования, которые были выполнены по индикатору удовлетворенности жизнью, я сформулировала две альтернативные гипотезы, которые описывают возможную динамику субъективного социального статуса высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников после потерями работы. Первая гипотеза касалась того, что падение среди высококвалифицированных работников будет больше, чем среди низкоквалифицированных. Это связано, может быть, связано с вышеупоминавшимися репутационными эффектами. Альтернативная ей гипотеза постулировала большую глубину падения среди низкоквалифицированных работников, которые связаны, которые может быть обоснованы через большие ресурсные ограничения. И еще одна гипотеза касалась различия уже между безработицей и экономической неактивностью в том эффекте, который они оказывают на самооценке. И опираясь на результаты предшествующих исследований, я сформулировала ее следующим образом, что по сравнению с безработицей экономическая неактивность должна будет оказывать менее выраженное понижающее воздействие на субъективный социальный статус, потому что она в большей степени связана с добровольными причинами, чем безработица. Эмпирической базой моего исследования выступали панельные данные РМС в ШЕ в период с 2000 по 2012 год. Данные раздела работы позволили мне выделить тех респондентов, которые были безработными либо экономически неактивными в соответствии с определениями Международной организации труда. То есть безработные определялись как индивиду, у которых нет работы, которые ее ищут и готовы к ней приступить. Экономическая неактивность определялась как отсутствие работы и отказ от ее поиска. При этом, поскольку предшествующее исследование, которое мы проводили, показало, что есть выраженные различия между некоторыми типами неформальной занятости и формальной занятостью с точки зрения восприятия собственного социального положения, то здесь мы решили из понятия занятости неформальную и нерегулярную занятость исключить, поэтому все сравнивали по отношению с формальной занятостью. Предшествующая профессиональная группа представляла собой профессиональную группу по первому уровню международного классификатора профессии, указанная респондентом по отношению к основной работе за год до того, как в следующем обследовании он отметил, что он является безработным или экономически неактивным. Помимо этого, анкета РЛМС, регулярная анкета РЛМС содержит три показателя субъективного социального статуса, которые мы использовали в рамках нашей работы. Они предполагали самооценку респондентам своего положения в обществе по трем независимым девятибальным шкалам. Первая шкала описывала положение респондента с точки зрения собственного уровня благосостояния в терминах богатства или бедности, где первая ступень обозначала самых бедных, а девять самых богатых. Вторая шкала описывала власть, в которой респонденты располагали, согласно собственным представлениям, один совсем бесправный и девять обладающий большой властью. И третья описывала степень уважения, испытываемая к себе со стороны других. Опять же, один — самая минимальная степень уважения, девять — описывала самых уважаемых людей в обществе. Поскольку я различала два различных варианта перехода из занятости в незанятость, то, соответственно, я сформировала две подвыборки. Первая была подвыборка безработных, которые были заняты в предшествующей волне. Соответственно, таких за период с 2000 по 2012 год набралось 1282 наблюдения. Вторая — это была подвыборка экономически неактивных респондентов, которые также были заняты в предшествующей волне. И таких за период с 2000 по 2012 год было 3165. Методология анализа данных предполагала, во-первых, необходимость моделирования переходов из занятости в незанятость и учета последствий этого перехода, соответственно, оценивания причинных эффектов. На дескриптивном этапе анализа я сравнивала средние значения субъективного социального статуса до и после потери работы по респондентам, которые ее теряют, и, соответственно, рассматривала тесты значимости различий. Помимо этого, я также посмотрела на динамику средних самооценок социального положения респондентов, которые теряют и не теряют работу, чтобы посмотреть на эту картину более широко. Второй этап предполагал более сложный многомерный анализ для того, чтобы смоделировать причинность и эффекты, которые за ней связаны. Это была оценка панельных регрессий с фиксированными эффектами. Соответственно, для того, чтобы провести дескриптивный этап анализа, мне потребовалось построить переменную предшествующей профессиональной группы, которая представляла собой логированную переменную профессиональной принадлежности с лагом в один год по последней основной работе для тех, кто ее теряет. Таким же образом были построены логированные переменные самооценки социального положения по трем составляющим. И здесь важно уточнить, что в тех случаях, когда у нас не было информации о предшествующей профессии или субъективном социальном статусе, тех, кто терял работу, то есть информации в предшествующий период, мы эти наблюдения из анализа исключали. То есть здесь для нас мы не заменяли их каким-то ближайшим известным нам годом и, соответственно, никак не заполняли эти пропуски. То есть данные с пропусками полностью исключались из анализа. Для проведения регрессионного анализа, в свою очередь, нам потребовалось построить переменную, которая бы фиксировала все возможные варианты перехода из занятости в различных профессиональных группах в незанятость для одних и тех же индивидов. Поэтому была построена переменная, которая описывала, соответственно, либо принадлежность индивида к одной из девяти профессиональных групп поиска в предшествующий период, или определенное состояние незанятости, безработицы или неактивности в зависимости от подвыборки в текущий период. Соответственно, вот это состояние незанятости, безработицы или неактивности в зависимости от подвыборки было выбрано в качестве базы для сравнения. То есть и тем самым я оценивала все возможные переходы из всех возможных профессиональных групп, либо в безработицу, либо в неактивность. И данная переменная была ключевой независимой переменной при оценивании панельных регрессий с фиксированными эффектами. Почему здесь потребовалась регрессия именно с фиксированными эффектами, почему мы остановились на ней? Во-первых, основное достоинство модели с фиксированными эффектами состоит в том, что она позволяет учесть влияние постоянных ненаблюдаемых индивидуальных характеристик, которые здесь могут иметь принципиальное значение в связи с тем, что существуют ненаблюдаемые характеристики, благодаря которым люди не случайным образом отбираются в безработицу и, соответственно, не случайным образом оценивают себя на определенных, ставят себя на определенные позиции в социальной иерархии. Кроме того, данная техника также позволяет смоделировать изменение значений зависимой переменной, которые происходят в ответ на динамику независимых параметров индивида. И надо сказать, что данная техника является наиболее распространенной при анализе профессиональных различий при потере работы. То есть переменная с десятью значениями, как я ее описывала, как бы она достаточно часто используется. Ключевой переменной здесь была, соответственно, та, которая описывала переход из занятости в профессиональных группах в состояние незанятости, например, в безработицу. И контролировались различные, ну достаточно базовый набор характеристик, которые часто используются при анализе различных явлений на рынке труда. Это возраст, уровень образования, самооценка здоровья, семейное положение, федеральный округ проживания, тип поселений и даме переменной для года обследования. Переходя к основным результатам исследования, прежде всего важно очертить общую картину потоков на российском рынке труда в этот период, просто чтобы понимать, о каких цифрах мы говорим. Во-первых, мы посмотрели на средние вероятности перехода из формальной занятости в безработицу в следующем периоде. Она оказалась достаточно невелика и, в общем, соответствовала всем имеющимся у нас статистическим данным. Как бы это в данный период это было 2%. А средняя вероятность перехода из формальной занятости в неактивной в следующем периоде, согласно усредненным матрицам перехода, была немного выше, составляла 5%. При этом более 40% безработных в следующем периоде находят формальную занятость, то есть безработица не представляется каким-то однозначно тупиковым состоянием и слагом, и, соответственно, с пропуском в один год возвращает значительную часть своих членов обратно на рынок труда. Из неактивности выходит в среднем несколько меньше, около 8%. Если говорить о профессиональной структуре безработицы, о том, какие профессии доминируют в структуре тех, кто теряет работу, переходит в безработицу, то прежде всего это различные группы рабочих, неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие. При этом их доля значительно возросла, начиная с 2000-х годов. То есть если в начале 2000-х годов неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие составляли каждый от 11 до 15% в общей структуре безработицы, то к концу периода уже там 26-27%, то есть почти каждый третий. Кроме того, очень важной составляющей всего пола безработных являлись бывшие занятые в сфере обслуживания 11-19%. Если мы посмотрим на профессиональную структуру самой занятости, то увидим, что данные профессии являются наиболее массовыми анклавами сосредоточения занятости в этот период. Относительно мало представлены в структуре безработицы оказались бывшие управленцы и бывшие специалисты высшей квалификации. Если мы обратимся к такому схематичному социально-демографическому портрету о безработных, принимая во внимание их предыдущую профессиональную принадлежность, то бывшие представители рабочих профессий – это молодые мужчины, которые проживают в городах или поселках городского типа и селах с полным средним образованием, без или с законченным ПТУ после, состоящие в браке. При этом еще одна важная составляющая безработицы – это бывшие занятые в сфере обслуживания, это женщины, также молодые, которые проживают так же, как и мужчины, либо в поселках городского типа и селах или областных центрах, и уровень образования у них примерно соответствует безработным мужчинам. Также они состоят в браке. Профессиональная структура экономической неактивности довольно сильно отличается от профессиональной структуры безработицы. Здесь мы наблюдаем в целом равномерное распределение всех профессий в структуре неактивности. В общем, каждая из профессиональных групп на уровне 10-12% была представлена, какая-то чуть меньше, какая-то чуть больше. Но доминировали к 2012 году в ней руководители, специалисты высшей и средней квалификации, опять же занятые в сфере обслуживания и рабочие различные квалификации. Вот как бы представители этих профессий, бывшие представители этих профессий занимали скорее преобладающие положения. При этом в анализируемый период стабильно снижалась представленность в структуре экономически неактивного населения доли служащих. Это была единственная профессия, которая уменьшала свое присутствие, соответственно, в экономической неактивности. Социально-демографический портрет экономически неактивных с точки зрения их бывшей профессиональной принадлежности, если мы говорим о рабочих профессиях, то это, опять же, мужчины, жители поселков городского типа и сел, опять же, с полным средним образованием, старше 50 лет, что, в общем, закономерно, потому что один из основных переходов в неактивность это пенсионный переход, соответственно, больше характерен для старших возрастов, переход в неактивность. Если мы говорим о другой составляющей неактивности, о руководителях, различных специалистах и так далее, то это женщины, наоборот, жители городов, областных центров или столиц высшим образованием. Соответственно, вот такой портрет мы получаем. В ваших раздатках на следующих трех слайдах указаны, представлены средние значения субъективного социального статуса тех безработных, которые теряют работу в следующем периоде, с занятыми, которые сохраняют свою занятость в следующем периоде. Соответственно, два левых столбика, синий и красный, описывают динамику средних самооценок занятых, которые остаются занятыми в следующем периоде, а зеленый и сиреневый, два правых столбика по каждой профессии, представляют собой динамику тех занятых, которые в следующем периоде потеряют работу. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что вот эти два левых столбика, которые в каждой профессиональной группе отвечают за занятых, которые в следующем периоде свою занятость сохраняют, они расположены, они выше, чем соответствующие столбики по тем, кто работу теряет. Ну, за некоторыми исключениями. Тут есть... Почему несколько квалифицированных рабочих после того, как они потеряют работу, ощущение, что у них стало больше власти? Ну, конкретно этот результат незначимым оказался, вот, там очень близкие оценки. Ну, как бы тут не по всем группам, но тем не менее, как бы это видно. Типа сработало в низкоквалифицированном рабочем, власти больше, чем... Но этот результат незначим, Владимир Ефимович. Там очень большой разброс оценок, поэтому... Там очень большой разброс оценок, поэтому это перекрывается. Вот. Но как бы там, где вот этот перепад заметен, там, где он ярко выражен, как бы, например, вот среди руководителей по субъективному благосостоянию, среди специалистов высшей квалификации, там, средней, мы видим, вот этот перепад между зеленым и сиреневым столбиком, он обозначает падение, которое было у, соответственно, тех, кто был занят в прошлом периоде и стал безработным в текущем периоде. И, кроме того, по также руководителям, специалистам высшей средней квалификации, мы можем наблюдать падение различия в... Ещё раз. Чем столбики? Столбики описывают две разные группы респондентов. Первые два столбика, самые левые, это занятые респонденты, которые остаются занятыми в следующем периоде и остались заняты. А правые два столбика описывают тех респондентов, которые были заняты и стали безработными. А чем различаются между собой первые два столбика и вторые два столбика? Это разные группы респондентов. Чем они различаются между собой? Я понимаю, разные. Они принадлежат к одной профессиональной группе, только часть из них теряет работу, а часть из них не теряет работу. Терять работу, это что значит? Переходят безработицу. В следующем периоде. Зелёный столбик описывает... Смотрите, давайте разберём. Потому что четыре столбика... Четыре. Четыре. Не каждый человеческий образ способен. Надо это всё разобраться. Значит, первый столбик это те, кто был занят и остался. Те, кто был занят, и это их самооценка в период Т-1 в прошлом периоде. То есть... В прошлом периоде? В прошлом периоде. В прошлом периоде? Ну, это тот же период, условно говоря, что для... Это тот же период, в котором бывшие занятые заняты. В прошлом периоде? Нет. Я думаю, вы помните. Здесь отражена как динамика самооценок внутри каждой профессиональной группы, динамика средних самооценок, усреднённая за весь период. Так и динамика самооценок для индивидов, которые, принадлежа к этой профессиональной группе в прошлом периоде, становятся безработными. То есть вот первые два столбика описывают тех, кто был занят... Нет, Ань, давайте один за другим. Да. Не первые два, а вторые два. Синий... Синий... Синий описывает среднюю самооценку, допустим, руководителей вот здесь, в период Т-1. Что такое период Т-1? Я... Я... Это тот период, по состоянию, на который у нынешних безработных была работа. Для того, чтобы сравнить их корректно, как бы на один момент времени. Но они же не потеряли работу? В этот период ещё нет. Нет, но они были... Были занятыми, остались? Эти, да. Да, да. Что для них такое Т-1? Для них Т-1 – это тот же период, в котором у их собратьев по профессии ещё была работа. Это две разные группы респондентов. Хорошо. А вот... Красный столбик – это период, в котором у более удачливых представителей этой профессиональной группы работа осталась. И как у них изменилась самооценка. А... Но в этот же период, в период Т, у их менее удачливых собратьев по профессии, они её лишились. И для них изменение самооценки – это вот этот последний столбик. Здесь нужно сравнивать как бы попарно, о чём я и говорю. Очень понял. Ну, давайте. И моя идея состоит в том, что по некоторым профессиональным группам, хотя и не по всем, мы видим, что те, кто в будущем станут безработными, изначально обладают более низкими самооценками по сравнению с теми, кто, условно говоря, стабильно занят, кто не потеряет работу в следующем периоде. Это с каким надо сравнивать? Первый столбик надо сравнивать со вторым и с третьим. Вы не сравниваете с третьим, вы не сравниваете с третьим? Со вторым, да. Вот если мы первый сравним со вторым, что же нам это даст? Это нам даст изменение, среднее изменение самооценки руководителей, которые были заняты в прошлый период и остались заняты в текущем периоде. Они не потеряли работу. Это то, как изменяется в среднем их самооценка. Если мы сравниваем первый столбик с третьим столбиком, то мы сравниваем самооценку тех занятых, которые в следующем периоде не лишатся работы, с самооценкой тех занятых, которые в следующем периоде лишатся работы. И конкретно по руководителям мы видим, что наблюдается значительная разница. То есть они даже за год до того, как стать безработными, они уже демонстрировали более низкие оценки, чем те же представители своей же профессиональной группы, которые занятости не лишатся. Вот. То есть идея такая, что те, которые теряют работу, они загодя это чуют. Или загодя находится на таких рабочих местах, которые не продуцируют для них высоких самооценок. Да. Идея такая. Идея такая. Вот. Не по всем профессиональным группам это заметно, но тем не менее как бы мы можем выделить вот этот резкий переход хотя бы в нескольких из них. По неактивности ситуация менее выраженная. Здесь мы в большей степени на самом деле можем говорить, что переход в неактивность это добровольное состояние, потому что здесь мы наблюдаем нет таких выраженных спадов, допустим, по благосостоянию и по власти. У некоторых самооценки даже становятся лучше, когда они переходят, соответственно, в неактивное состояние. Но как бы тем не менее по безработным это как бы вещь, которая очень устойчива. А если вы можете сказать, какие из этих различий значат, у нас здесь какие-нибудь значат? Ну, если расчеты смотреть, то да. Здесь как бы это, здесь это не отражало. Вы можете сказать. Да, у меня даже в конце есть перечень как бы групп, которые, по которым это наблюдается. Если мы более подробно рассмотрим динамику субъективного социального статуса только среди тех, кто, соответственно, был занят в предыдущем периоде и перешел в состояние безработицы, то можно отметить, что несмотря на то, что в принципе средние самооценки в состоянии безработицы всегда ниже, чем в период занятости, тем не менее на основе тестов значимости различий, которые мы здесь применяли, мы видим, что значимыми являются далеко-далеко не все эти различия. То есть наиболее чувствительным индикатором, который сразу реагирует в наибольшей степени на переход в безработицу, это субъективное благосостояние, то есть это оценка индивидам своего материального положения. В наибольшей степени она падает у представителей различных рабочих профессий, это квалифицированные, полуквалифицированные, неквалифицированные рабочие. Единственной профессиональной группой, которая демонстрирует падение всех трех составляющих статуса, являются специалисты средней квалификации, такого больше нигде не наблюдается. И по еще двум группам мы наблюдаем некоторое падение отдельных составляющих самооценки, это, соответственно, служащие отмечают падение субъективной власти и руководители на целый балл отмечают падение субъективного уважения. Но как бы это в большей степени такой отрывочный характер носят эти различия, которые не сопровождаются значимой динамикой других индикаторов статуса. А если рассмотреть аналогичную табличку по представителям неактивного населения, то оказывается, что здесь неактивность оказывает более выраженный эффект на самооценке, чем безработица. Мы видим ярко выраженное и значимое падение как по показателю субъективного благосостояния, так и по субъективному уважению, что для безработных было скорее не характерно. При этом, опять же, оценка субъективного благосостояния падает в наибольшей степени по большему числу групп и только затем наступает, судя по всему, оценивание себя в терминах уважения или для руководителей в терминах власти. При этом переход в неактивность, в отличие от перехода в безработицу, вызывает значимое снижение субъективного социального статуса у руководителей, специалистов высшей квалификации и квалифицированных и полуквалифицированных рабочих. То есть ситуации, которую мы, рассматривая безработицу, скорее не наблюдали. Там как бы только по специалистам средней квалификации была такая динамика. На следующих двух слайдах представлены результаты регрессионного анализа, который был выполнен при помощи техники фиксированных эффектов. Здесь важно сказать, что в принципе основные результаты дескриптивного анализа у нас здесь подтверждаются. Эффект от перехода в экономическую неактивность действительно затрагивает большее число профессиональных групп, чем безработица. Переход в безработицу вызывает значимое падение всех трех составляющих статуса только у специалистов средней квалификации. Снижение от самооценки материального положения, опять же, наблюдается только у представителей рабочих профессий. При переходе в неактивность более выраженные различия – это падение всех трех составляющих статуса у руководителей специалистов высшей квалификации и падение двух из трех составляющих статуса субъективного благосостояния и уважения у специалистов средней квалификации и квалифицированных рабочих. При этом, если сравнивать, попытаться сопоставить размер эффекта, то получается, что размер падения статуса при перемещении в безработицу оказывается несколько больше, чем при переходе в экономическую неактивность. То есть в тех случаях, когда переход в безработицу оказывает значимое влияние, оно оказывается больше. А в остальных профессиональных группах динамика самооценок носит, опять, как я уже сказала, такой пунктирный характер только по одному показателю из трех. Таким образом, можно сказать, что гипотеза, которая касалась отношений между безработицей и неактивностью, которую мы выдвигали на уровне подготовки исследований, она была опровергнута, так как мы ожидали, что безработица будет сопряжена с более драматичными последствиями для самооценки. Оказалось, что это скорее характерно для перехода в неактивность. Но при этом эффект безработицы, опять же, сильнее. То есть как бы здесь мы вот в некотором таком срединном положении оказываемся. А то, что результаты по безработице позволили нам отвергнуть гипотезу, которая касалась большей уязвимости низкоквалифицированных работников, так как по всем трем атрибутам статуса мы наблюдали выраженную динамику только по специалистам средней квалификации, а по неквалифицированным работникам только по восприятию материального положения. Важно сказать, что рабочие профессии, как я уже говорила, являются сосредоточением наибольших рисков безработицы. И потому, скорее всего, наличие или отсутствие занятости, которое в данной группе является наиболее распространенным и не представляется как каким-то шоковым событием, и потому наличие или отсутствие занятости уже не является ключевым фактором формирования представления о себе. То есть сейчас ее нет, а завтра она появилась, и поскольку риски велики, то особой ценности такая занятость или ее потеря не несет. И литература по исследованиям по западным странам, она это подтверждает, что там, где риски безработицы высоки, там, в общем, таких значимых переходов, связанных с безработицей, с самооценкой не происходит. А в остальных группах профессиональных мы наблюдаем по переходу безработицы, в принципе, отсутствие каких-то значимых различий. Что до, что после, в общем, негативных, скорее всего, как бы никаких значимых эффектов здесь нет. Можно предположить, что это связано с негативным самоотбором на плохие рабочие места, которые предшествуют безработице. То есть даже за год до потери работы представители этих профессий, которые не демонстрируют каких-то значимых изменений при переходе в безработицу, они уже и так были заняты либо на рабочих местах такого качества, либо сами были не, не обладали достаточными компетенциями, знаниями и так далее. В связи с чем даже занятость, как бы она не была сопряжена для них, не позволяла им, не обеспечила их высокими самооценками социального положения. И это подтверждается, как я уже говорила, я смотрела значимость динамики составляющих самооценки по сравнению со стабильными работниками, то есть теми, кто не теряет работу, а также сравнивала индивидуальный трудовой доход тех, кто теряет работу и тех, кто остается. И там как бы в одних и тех же профессиональных группах. И там даже на уровне средних были видны по части профессиональных групп, в частности, вот руководители, специалисты высшей квалификации, служащие, занятые в сфере обслуживания, полуквалифицированные и низкоквалифицированные рабочие. Там, соответственно, мы видели, что даже их зарплата в одних и тех же профессиональных группах за год до потери работы, она отличалась. И мы делаем вывод, что, скорее всего, безработица является прибежищем наименее способных индивидов, потому что, в общем, каких-то стимулов переходить безработицу у них нет, как показано в работе Владимира Ефимовича и Ани. Наиболее высокий оборот рабочей силы наблюдается внутри пулов занятых и неактивных, а в безработице, в общем, идут совсем-совсем мало людей, но во многом потому, что она не сопряжена ни с какими стимулами. То есть пособие ничего не дает, опять же, какой-то помощи специализированной немного, поэтому стимулов быть безработным нет. По неактивности мы наблюдаем иную картину, соответственно, динамики самооценок. Наиболее выраженные негативные последствия, как я уже говорила, наблюдаются среди бывших руководителей и работников высшей и средней квалификации. Для первых двух мы предполагаем, что это в большей степени репутационный эффект, связанный с занятостью, самоидентификацией и так далее, то есть как бы вот, с которым связана для них потеря работы. При этом восприятие представителей других профессий, включая рабочих, значимо не изменяется в связи с уходом рынка труда. То есть мы подразумеваем, что да, это, скорее всего, частично в большей степени добровольный выбор. Также обращает на себя внимание, что наиболее значимым атрибутом субъективного социального статуса является о восприятии собственного материального положения, который реагирует сразу, динамику, по которому значимо мы обнаружили в большинстве профессиональных групп, там, где она наблюдалась. Это самый чувствительный к смене положения на рынке труда индикатор. И можно предположить, что именно материальное положение вслед за собой дает основания для того, чтобы оценивать себя дальше в терминах уважения, власти или чего-то еще. То есть, если этого нет, то дальше уже субъективный социальный статус строить, в общем, не на чем. И после уже такого подведения итогов очень хотелось бы еще определить некоторые границы нашего анализа, частью из которых мы хотели бы попытаться в дальнейшем что-то сделать или какие-то ограничения на распространение результатов, о которых мы уже, в общем, имеем представление. Прежде всего, важно сказать, что обследование проводится раз в год, и мы приписываем потерю работы вот периоду проведения опроса, и последнюю профессию относим к периоду на год ранее. Соответственно, мы не имеем возможности отследить какие-то более динамичные перемещения на рынке труда. Возможно, респонденты еще три раза поменяли работу, но мы видим только ту, о которой они рассказали в последней волне. Кроме того, как я уже показала, число безработных в данный период было весьма невелико, и у нас возникает вопрос надежности полученных результатов регрессионного анализа. То есть, как бы здесь, что с этим можно делать, не совсем в этом плане ясно. Кроме того, мы имеем дело с достаточно большими смещениями при конструировании наших подвыборок, потому что потеря работы не случайным образом распределена среди представителей различных профессий. Можно предположить, что она связана с значительными индивидуальными ненаблюдаемыми характеристиками, именно плохими способностями, то есть это люди, которые не могут, либо не обладают достаточной квалификацией, компетенциями и так далее, и тем самым происходит негативный отбор в безработицу. Еще одно ограничение связано с тем, что мы не можем включить в рамках нашего исследования в число контролирующих характеристик индивидуальный доход, потому что он в значительной степени будет коррелировать с изменением положения на рынке труда. Многие работы пытаются вставлять, соответственно, характеристики дохода в уравнение для того, чтобы проконтролировать при прочих равных условиях вот это изменение. Но поскольку мы сталкиваемся с исчезновением индивидуального трудового дохода, то вся динамика дохода скоррелирована с переходом в различные типы незанятости, что делает ее включение невозможным. И кроме того, здесь мы проводили совместный анализ для мужчин и женщин. Возможно, имеет смысл посмотреть на них отдельно. Одним из дальнейших направлений анализа также для нас является оценка последствий потери работы как так называемого тритмент-эффекта. То есть сравнение динамики самооценок у тех, кто теряет и не теряет работу. То, что я попыталась на базовом уровне показать на уровне вот этих средних оценок в виде вот этих графиков со столбиками. И тем самым потерявшие работу респонденты будут рассматриваться в качестве экспериментальной группы, на которую было оказано влияние, она попала в ситуацию безработицы. Это позволит нам, как мы предполагаем, побороться с этими смещениями, связанными с неслучайным самоотбором. Но тут как бы тоже пространство для интерпретации, для поиска методов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Да. Да, Аня, у меня вопрос. Там, на том слайде, где ты представляешь уравнение экономическое. Пожалуйста, я, насколько понимаю, регрессия. Ты профессиональную группу в период Т-1 регрессируешь на осуществленное благосостояние в период Т. Не совсем так. Ну, то есть, период Т-1, то есть, это последний период, где безработные были замены. Я поняла. В уравнении Х с индексом Т. Это, то есть, я так понимаю, у тебя все контролирующие независимые переменные были на момент Т, а только профессиональная группа была на момент Т-1. А в целом, да, только вот этот ключевой Х, о котором ты говоришь, Ксень, он описывал, он принимал не 9 значений, а 10. 9 значений – это предшествующая профессиональная группа на период Т-1, а 10 – это в период Т тип незанятости. На одной подвыборке это безработные, на другой – неактивные. А, хорошо, это я поняла. Да. И еще вопрос по зависимой переменной. Насколько я понимаю, что уникальное благосостояние – это категорические переменные? Да, от 1 до 9. Да, окей. Ты оцениваешь панельную регрессию с ФЕ – это модель генинной вероятности? Да. Да. Это часто обсуждается в литературе по самооценкам. Но исследователи, отмечая, и я тоже отмечаю, что это, я понимаю, что это порядковая переменная, но исследователи сходятся на том, что при 9-ти или 10-ти бальных шкалах такого типа, в общем, оценивание линейных моделей, оно… Что-что? Как непрерывное. Да, как непрерывное. Оно, в принципе, возможно. То есть, как бы, со всеми оговорками и так далее. Но, как бы, если здесь, в данном случае, то есть, ни один метод не даст больше, чем МНК. Тогда, спасибо, вам все. Спасибо, Аня, за такой интересный разговор. Действительно, текст насыщен теоретическим материалом и сказанным по подробному сказанному делению под выборок. В общем, вопрос о том, что делать с текстом, это, конечно, вопрос с прагматическими интересами, с детской группой, да, или вашей личной. Вот о нем нужно подробно потом поговорить. В общем, что хотелось бы отметить в том, что вы начинаете с, по сути, с интересного вопроса, да, вот как Ефимич сказал, что вот на социологически больше такое направление, да, сильно возможно, что, поэтому у нас есть некое сейчас право окунуться, да, в социологический контекст. А в связи с этим вопрос, который вы сами представите, в том, что возникают риски потери идентичности, и это, в общем-то, важно, да, почему мы эту тему берем. В данном смысле мы допускаем, что данные три шкала являются валидными, валидные оценки идентичности, интересно посмотреть, насколько критично действительно происходит потери идентичности. Ну, допустим, человек получил работу в следующем периоде, ну, потом ваша оценка повысилась. Если мы смотрим на все показатели, которые вы демонстрируете, то диспансиональность там не очень большая, насколько они действительно существенны именно для субъективного статуса, как бы такого именно, вот остался в полном смысле слова, субъективного статуса, как самооценка, которая связана с текущими изменениями. Ну, например, там пошли, например, данные реформы сейчас есть, о том, как люди себя чувствуют в кризис, 70% говорят о том, что они не кризис повлия снижением, а, скажем, они чувствуют кризис через инфляцию, 12% конечно чувствуют кризис через потери работы. Вот, очевидно, что инфляция, даже современные данные по бедности, по абсолютному подходу к странам Беликобритании, показывают, что инфляция может являться фактором повышения бедности в странах, особенно в тех группах, которые чувствительны, доход которых чувствительны к этим показателям, особенно на товары, кубицкой группы, или ключевых товаров на пользу. Вот, и в данном смысле хотелось бы, конечно, больше дискуссии относительно того, вот, какова, действительно, насколько критичны эти потери в оценках. Вот, потом, на мой взгляд, очень существенный вывод, который стоит выделить, связан с тем, что формирование вот этого вот субъективного ощущения, негативного своего статуса, да, оно связано, оно связано вообще с общим положением на рынке труда, я бы даже сказал, на локальных рынках труда. И в данном смысле, конечно, нужно обратить внимание на вот эти локальные, собственно, рынки труда, куда у нас идет и, типа, поселение формирует эти локальные, имеешь, очевидно, да, и региональные различия, они у нас идут таким проходящим, как бы, сюжетом. Даже в своих исследованиях я показывал, что профессиональные структуры, и вы тоже эти показываете косвенно, что профессиональные структуры сильно симметрично относительно гендерных, относительно так называемых критериев, которые не являются классовыми критериями статуса, как, например, гендер, возраст, возраст, в меньшей степени, тем не менее, там присутствует, конечно, тип поселения. В исследованиях, например, из работы совершенно выполнен этот кусок про исследование структурное, исследование стеологически, связанное с исследованием статусов в классах. Последнее, например, исследование Таекина Тихонов, где как раз показывают, что низшие классы, зона формирования низших классов, как раз в подвиде с высоким риском заработать, и, ну, это понятно, и рабочие низкой квалификации, и даже рабочие низкой, и средней квалификации, вне зависимости даже от характера труда, то есть это и рабочие заняты физическим трудом, и пардон, заняты на торговле. Но это, опять же, вы говорите о торговле. Нужно понимать, что выска 88 здесь имеется в виду заняты на простых позициях сферы торговли и бытового обслуживания, то есть рабочие заняты преимущественным трудом, которых легко заменяют. По сути, они что могут в терминах, да, в классике? Они будут, по сути, предложить ничего больше, как только собственная способность к труду, то есть ничего больше рынок они предложить не могут, соответственно, не могут, соответственно, они это чувствуют, и это отражается, да. И эти профессиональные позиции будут спаиваться с другими, и получается вот такой, как бы, ну, как бы разрыв профессиональной структуры уже возникает по таким классовым основаниям, что... Вот. И в данном смысле это через локализацию трудом он сделан. Нам, например, последние исследования, которыми работают, получилось, что если мы укрупняем, например, профессиональные группы, вот, берем, например, трудовую рабочую силу всех несквалифицированных и полупрофессионных, а у них объединяем в одну категорию, а полупрофессионал-профессионал-поннежер в другую, там, получается, например, у первых, да, у рабочей силы негативные, как бы, попадание в эту, да, у рабочую силу сильно снижает вероятность повышения квалификации, а если мы, например, берем на крупный город и людей русского пола, да, такой, как бы, кросс-уровневый эффект, то тогда вероятность не переключается. Вот, знаете, то есть здесь происходит вот этот, как бы, сюжет, конечно, было бы интересно. То есть, ну, например, вот вы приводите данные по работникам, занятым на простых, на полупрофессионал, да, мы их называем, или специалисты средней категории. Так вот, дело в том, что по другим данным они же входят, так называемые, они формируют периферии в среднего класса, и они же, прежде всего, начинают чувствовать кризис. И если, например, не до среднего класса начинает начать кризис в профиле потребления, начинает меняться, может, профиль потребления, и образ жизни у них начинает меняться, и это, соответственно, с очень-очень образом сказывается на их субъективных оценках, то в данном смысле эти люди, они теряют работу и впадают в очень маргинальные такие статусы, как бы, в лакуны, где, в общем-то, даже если найдут новую работу, то она мало что изменит в жизни. Понятно. Потому что их какая-то более, скажем так, глобальная настройка, вот эта социально-экономическая, определяющая статус, уже давно определила их жизненный шанс на ремонт труда, а это к другому можно назвать. Вы говорите о выброске в подходе, вот, в данном смысле категории жизненных шансов, это и в лакуне тоже, и берется как способность продать, как способность, как объемоксив, да, на которой мы ликвидуем, так и, с одной стороны, так и с особенностью не предложить определенные услуги на ремонт труда, то есть выживанную рыночную власть, да. Соответственно, что еще хотелось бы отметить, как положительные аспекты работы, на мой взгляд, интересные, то, что вы действительно выделили потери работы, потери доходов, и здесь, конечно, вот более тонкую дискуссию хотелось бы увидеть, связанную с тем, что для некоторых потери доходов будет связано, вот, как я сказал, да, лишь о небольшом изменении профиля потребления, потому что у них есть бережения, которые могут пожить не больше года, вот, футболе года, да, ну, а те, которые менее года, соответствующим образом будут тоже характеризоваться. Ну, и для некоторых это будет связано с потерями, либо, ну, если, сказать, классом, остаться то, серьезного положительного рынка труда. Ну, например, если посмотреть недеальные доходы, если недеальные доходы, можно их попробовать каким-то образом их обыграть в исследованиях, то они достаточно низкие по разным типам поселений. Данный РЛМС позволяет говорить о том, что у, например, рабочих, низкопередицированных рабочих доходы, глядя на доходы, будут там, я не могу, не хочу убрать, но там в районе 6-8 тысяч рублей в месяц. Очевидно, что... Конечно. А если, например, человек поживает в сельской местности, то, наверное, стоит каким-то образом учитывать его ресурсную базу, поскольку, если он теряет работу, то, имея подсобное хозяйство, каким-то образом может себя прокормить. И в данном смысле потери работ не связаны с серьезными рисками. А еще и в крупном городе и вот занимают такие вот очень неустойчивые позиции, как полупрофессионалы или занятые на простых позициях в сфере торговых, услуживания, поздневник. Там уже возникают другие совсем риски. Особенность, с учетом того, что многие из них набрали кредитов. И тоже данные показывают, что при росте, например, вот этого буни нефтяного, да, с начальства 2000-х годов, рост доходов осуществлялся и шел рост корфида потребления. И объем потребления, но в то же самое время происходил без соединения экономических активов, без гранат человеческого капитала. Вот с учетом того, что он еще не дооценен у нас, что и береги этого рынка большого образования разных причин, да, прежде всего, вот в том, что рынок трудоучительно, скажем так, структурирован не по признакам, которые связаны с способностями и талантами, то здесь вот возникает вот роль вот этих вот факторов существенных. Опять же, стандемографические группы было бы интересно действительно, в об этом в конце сказания в работе об этом только вскользь, а молодежи, например, в Британии абсолютно существенный фактор. У нас молодежь тоже. Вот в данном смысле чем-то мы похожи, конечно, в каких-то аспектах мы очень далеко отстаем от этих стран, в каких-то очень прям похожи, особенно вот где идет речь о такой городской уже экономике, что ли, позднеиндустральной экономике, там как раз вот молодежь впадает в зону риска, особенно с учетом тенденции объединения среднего класса, который пытается от завтра из того, что последние трансляции. Также и интересно вот, конечно, комментарий такой связанный с иском в 80-80 по работе с кодификатором, потому что очевидно, что, ну, киня, по крайней мере, то, что с ним нужно губы работать, он нужно перекодировать прежде чем с ним по-английски взаимодействия. И это связано только с тем, что у нас в число профессионалов в высшей категории попадают люди без высшего образования, но также то, что у нас управленцами называют тех, кто у них подчиненных. Очевидно, что... Самозанятые. Когда человек... Ну, нет, они могут работать в структуре как по найму, но при этом иметь подчиненных или иметь меньше пяти. А по всей классике там более... там уже больше пяти в западной литературе больше десяти подчиненных поступает необходим критерием говорить о том, что уже управленческий труд становится для них профессиональным трудом. Отсюда возникает вот эта вот можно как бы рожировка, да, скорее всего, резкие, вот это резкое сокращение субъективных оценок собственного станции как раз наблюдается у руководителей среднего звена, вот, которые, по нашим данным, опять же, очень резко за последние пять лет буквально резко потеряли свой взгляд на рабочие совпадания с форсологией. опросов. Я не помню, по-моему, в ровно у нас нет того опроса по ресурсов влияния, то есть насколько вы можете повлиять на принятие решения в рамках предприятия, в рамках подразделения и в рамках своего рабочего места. смотреть по менеджера, то есть смотреть по менеджерам, то у них там резкое падение на ресурсов влияния в рамках подразделения и в рамках предприятия, что, естественно, сказывает в своих субъективных оценках, оценках того, что если от тебя ничего не зависит, то как тебя вообще мотивировать, как вообще мотивировать к труду таких людей, если основное мотивационное стержень занимается. И это, мне кажется, наблюдается во многих отраслях, кстати говоря, отраслевые неравенства, ну, это очень понятно, да, каким-то образом. Хотя, конечно, СК-808 уже содержит отраслевые неравенства, но если вы его берете в дезагрегированном виде, в данном случае вы уже взяли в крупном виде, это у нас правило, связанное новое со сферой торговли, это не, там нет отраслевого кодерегированного неравенства в агрегированном виде, оно есть там в присутствии, ну, где-то на третьем, наверное, как бы на четвертом может не агрегаться на самомиске он будет, на третьем, на втором будет, а уже на первом уже они его убирают в этом кодереге. Я не понял, что значит на первом нет, но имеется в виду, а у них нет отраслевого, у них, если мы берем риск-88, который стоит в изначальной как бы кодировке в дезагрегированном виде из 340-аппозиции, то мы видим, что, например, берем двоечку, там очень-очень много позиций профессиональных, вот они изначально разбиты в некотором смысле по отраслевому признаку, вот, ну, там, например, врач и мини-работники медицинской сферы и так далее, потом они их укрупняют, и вот в укрупненном виде они просто у нас профессионалы, вот, также есть полупрофессионалы, там основной, основной принцип использовать в дезагрегированном виде, максимально агрегированном виде, когда у нас вот эта десятичленная шхала, это, конечно, повыльно-удное название квалификации, там, бак-петрия, там, как говорится. Вы сказали, что на агрегированном уровне неравенство как бы что вы под этим понимаете? Что значит упрупненном фессионалном? Ну, имеется в виду то, Что вы понимаете в данном случае как неравенство? Я имею в виду, что в данном случае очень хорошо дифференциация не может быть неравенства, дифференциация фессионалного. Дифференциация в чем? Дифференциация между традициями, между элементаром. Мне кажется, чем грубо агрегирование, тем не больше... Она внутри группы, да, зашита, но между группами алюминия. Если вы посмотрите профессионалы, руководители, ну, скажем так, руководители, профессионалы, полуфункционалы, служащие... По образованию есть? По образованию квалификации есть, да. А по заработной плате есть? По заработной плате надо смотреть. По заработной плате там очень разные получения. Заметим, но это не в самом квалификации идет, правильно? Это же не вот квалификация, это же логика уже последующего анализа, то есть мы берем, например, профессии и говорим, дайте посмотрим, какие у нас доходы в профессии. И это уже будет нужно. Но это просто патитес, что классификатор... Нет, я же не отрицаю, что он не имеет смысла. Моя мысль заключается в том, что это очень хороший ход. Мало кто из экономистов действительно берет профессиональный классификатор. У нас, я знаю, вышла работа именно по рабочим местам, когда вы два совмещаете классификатора, как раз по трослевой и профессиональной, интересной работе. Но этих работ очень мало. И в данном смысле я, конечно, поддерживаю этот ход. Просто нужно учитывать, что здесь заняты не просто сферы обслуживания, а здесь важна не сфера обслуживания, а важны именно то, что они простым трудом заняты. Просто не физическим. Не получается, оказывается, на некой границе физического, не физического труда. Такой новой рабочей классификатор. Это, конечно, отдельная логика. Просто еще про классификатор. И, конечно, сюда не стоит ни в коем случае включать в эту работу. Это нужно просто учитывать при додумывании этих рыночных лохун. И локализации рынка. Опять же, да, то есть классификатор. Получается, там профессионалы и управленцы, их нужно смотреть, покрутить уже внутрь, посмотреть, насколько они действительно профессионалы. Возможно, часть их не стоит отправить в число социалистов в среднюю категорию. Так, об этом мы сказали. Также интересно, что вы... Это вопрос уже такого понимания вашего, наверное, связан с тем, что там же шкала бесправности, правильно? А на самом деле вы трактуете как субъектированную власть. Ну, это не столько мы трактуем, потому что там градация 9, обладающая большой властью. То есть это зашито в самом вопросе. Там получается как бы смещение двух понятий. Первое – бесправное, 9, обладающие большой властью. Поэтому как бы и существует определенная традиция работ. Ну, в частности, Михаил Акшин как бы на это тем писал. Он тоже трактовал это в терминах subjective power. Как бы он об этом писал. То есть он обращал внимание на вот то, что это вот как бы это очень такой не самый хорошо сформулированный вопрос в этом плане получается для понимания респондентам. Ну, как бы... Вот, касательно выбора и стологии тоже. Там, конечно, выбор престиж, который формируется через уважение. Как бы классические вот способы измерения престижа, они действительно связаны с уважением. Голдер, опять же, начинает спрашивать о том, какую профессию занимают ваши друзья. Или там ваши жены. И в данном смысле, вот по России проблема этого как бы престижа, как именно как измерителя социальной статификации, связанная в том, что у нас уважение, как бы, в принципе, социальный престиж очень сильно сидит на благосостоянии. То есть он зависит от уважения благосостояния. То есть определение престижа деятельности и престижа положения человека в обществе определяется через объем употребления, к сожалению. Есть такие исследования, которые показывают это, да, что здесь есть могут быть случаем. А отсюда возникает интересная возможность, что субъективные оценки уважения будут очень сильно связаны с благосостоянием. То есть вы их не коррелируете друг на друга, а было бы интересно посмотреть, может быть. Коррелирую. Но это не в этой работе, в другой, да, я расскажу. Ну и может даже не так просто, что мы их просто коррелируем, да, посмотрели. Просто методические все вещи, это, ну, отдельный сюжет. Вот. Если к ним подбираться, да, то, конечно, жаль, что у нас лак только на один год имеется. Например, матрицы переходов, например, они же можно по-разному, когда мы же как раз здесь проблем нет. Вот. И да, в своей работе как раз показывают, что матрицы переходов, то, что я говорил, да, если смотреть по переходам из одной профессиональной группы в другую, там получается, что очень замедляется профессиональная мобильность между профессиональными группами, я тоже, правда, пикирую риск, ну, там, высокие негрегации. Ну, вот. И общие выводы, а, ну, по методам, вот, по регрессии не хватило, честно говоря, вот, разговоров. Как, с точки зрения методологии, поэтому возникли вопросы у коллег, я специально не стал задавать, вот, в принципе, я примерно так, да, я прямо как вы включаете в виде данные, там, и потом делать. Поэтому, что это, возможно, общее какое-то место, да, но, опять же, дискуссии, которые после регрессии, также недостаточно, что есть буквально, там, полторы страницы, вот. Понимаю, я понимаю, что еще в работе исследования, и вот в этом направлении я был усилил. И если говорить о том, что можно было бы сделать, да, то это, ну, то, именно, че число с точки зрения формальных вещей, если мы говорим о публикации данного текста, то, что мне пришлось ознакомиться, то, конечно, я бы убрал какие-то, вот, избыточные в обзоре литературы вещи и много описательных вещей, потому что вы говорите про описательный анализ, а на самом деле в регрессиях он тоже стоит описательным. Переходя к регрессиям, он тоже стоит описательным. Понятно. Он должен быть интерпретативным больше. И здесь, вот, если это умение усилить, и разговор по регрессиям, ну, например, есть очень большая критика, из-за того, который показывает, что включение в даме переменных, где есть структура, а включая в даме, он предполагает, что структуры между ними нет, потому что они как независимые, вот, элементы присутствуют, регрессоры фактически, да, вот, вызывают вопрос, то есть нужно посмотреть. Здесь выход, на мой взгляд, это, ну, я бы не, в данном смысле, я бы остановился на этой модели, просто ее бы больше защитил, в этом взгляде, да, вот, но альтернатива, конечно, это не должно быть, потому что там как раз идет дегрегированный риск, и... Малти-левел. Спасибо. Спасибо. Вопросы? А у меня тут, вы знаете, комнатка, я не понял, вы, мы же делаем, так сказали, мы не относимся к теме, но вы сказали, что у нас там недооценены, как все, мы подвели, что мы делаем. Я имею в виду, что не один и тот же формальный уровень интересного образования получается совершенно разные походы, связанные не только с структурными беспропорциями на рынке, но и в то же самое время, и с тем, что высшее образование просто фактически недооценивается. То есть мы, когда получаем тот объем отдачи машины. — Ну, отдача какая-нибудь, ну куда же вышла? — Ну, отдача, опять же, я не уверен, что она именно на высшее образование. Потому что, если мы посмотрим, например, отдачу работников сферы, вот занятых на этих портах, позициями того, в студии, кто это, это работники, например, ну там, в сети издаранты, да, например, ТДС-консультант. Но он получает не на высшее образование, возможно, даже свои… — Но он, если бы не имел доставания… — Но он бы не устроился. — Тогда мы бы, не знаю, получал бы еще меньше. Вот же, в чем дело. — Ну, доступ к рынку труда… — У него был бы доступ к хуже, он бы имел худшую позицию и так далее. То есть при прочих равных, вот же о чем вот это речь. При прочих равных, высшее образование, но чем больше людей, с высшим образованием, тем не менее, что нужно быть ограничен. То есть при данном уровне спросить. Ну ладно, это другой вопрос. Так, вопросы еще? — Сеня, давай. — А я опять же… — Я думаю, что можно и комментарии, и вопросы все вне. — Да, я то, что… — Опять же, комментическая спецификация. Я посмотрела, может быть, я не заметила распределение индивидов по субъективному духу состоянию. Вот, ребята, потому что категориальные переменные 9 ступеней. — Да. — Есть где-то распределение по 1-2 ступеней. Я объясню, почему я это спрашиваю, поскольку я предполагаю, что на крайних ступенях будет очень мало наблюдений. И в результате твои переменные можно загрегировать, ну, примерно, там, на 7 ступеней, да, допустим. Ну, там, 6-7 ступеней. В этом случае у тебя модель линейной вероятности будет перережена с сложностями, потому что уже зависимая переменная, она категориальная. Вот. Это… Это вопрос, и сразу совет. Вопрос я поняла. А насчет того, что на пограничных мало, на первых трех, на самых низких трех достаточно много. То есть у нас достаточно много людей, которые ставят себя там на 1. У нас мало людей, которые ставят себя на 9. Поэтому если она скошена, она скошена вниз. Как бы у нас… Как бы она скошена как бы несимметрично. У нас нет концентрации, допустим, на срединных позициях. Поэтому как объединять, то есть в этом плане, вот, не совсем понятно, если группировать. Я потому что думала уже над этим, как бы, еще и вот для диссертации по неформально занятым. Вот. А распределение там, как бы, вот, не позволяет однозначно сказать, что с чем мы, как бы, должны объединить. Вот. В этом плане, насчет того, чтобы посмотреть 7, там, или 6, ну, я, как бы, скажем, не против. Но какие тогда, там, получается, уже намного более сложные методы, то есть насколько это будет продвижение, как бы, вот в чем вопрос. Потому что достаточно много людей, я просто сейчас не могу сказать, я, как бы, ну, я так на вскидку не помню, но на самый нижний уровень, на первый, на второй, на третий достаточно много, но это даже видно по средним оценкам. То есть, как бы, если там средние, там, 4 с чем-то, вот, то и распределение по долям, опять же, есть и 9, и 8. То есть, тут все. Все. Еще вопрос. Все. Да. Да. Да, если нет. Сразу, ну, вот, это примерно связано с предыдущим вопросом, но немножко уже в другую сторону. Дело в том, что вот это такое регрессия, где профессиональная группа в период Т-1 влияет на уровень благосостояния, на субъективное благосостояние в период Т, я правильно понимаю. может ли быть такое, что субъективное благосостояние в период Т-1 будет влиять на субъективное благосостояние в период Т-1? То есть, мы понимаем, что субъективные оценки, они эндогены. И вот этот вот State Dependence, который очень часто критикуется и обсуждается, то есть, возможно ли это в моей модели? Мне кажется, что, ну, более чем возможно, да, что логированная зависимая переменная все-таки можно попробовать вставить в модель и посмотреть, ну, как минимум, пулт ОЛС. Понятно, что там будет автокреляция ошибок, у тебя оценки будут занижены при двоих переменных интересах, но это как минимум даст нижнюю границу. То есть, пулт ОЛС с независимой переменной логированной переменной. Понятно. То есть, не на период Т, а на период Т-1? Угу. То есть, в то же время, если, ну, я полагаюсь на твое некоторое видение, что данную независимую переменную нельзя преобразовать в категориальную, окей, то есть, в этом случае пулт ОЛС с зависимой логированной переменной. если же зависимую переменную можно будет в проекте раздавать, а категориально у тебя, у тебя есть, скажем так, более эффективный способ, который позволяет оценить модель Multinominal Logit с зависимой логированной переменной и фиксированными эффектами. То есть, это как раз убирает проблему автокорреляции ошибок из-за независимых и наблюдаемых эффектов. Угу. Хорошо, Ксюш, спасибо, я посмотрю. Спасибо. Насколько они вынуждены? Насколько человек сам это сделал? Например, причина выгода на пенсию или переезда в любое место или выгода на пенсию? Вопрос такой… И его вынуждены. Ну, это, соответственно, разумеется, имеет значение, если у них никак не социальный статус. Я поняла. Я поняла. Я поняла. Есть вопрос в РЛМС по причинам, по которым вы оставили последнюю работу, но вынужденных там немного. Вот. Я смотрела это как бы не на всех, не за все волны, вот, но вынужденных тех, кто сказал там, что они были там, им пришлось оставить там, еще что-то, их не так много. Вот. А как? Какой вопрос? По каким причинам? Расскажите, почему вы оставили вашу последнюю работу? Там вот так. То есть это надо смотреть еще относительно безработицы, относительно неактивности. Можно… То есть, как бы я планировала еще это подробнее смотреть, вот, но… Ну, мне кажется, это вот… Соль-то в этом… Ну, это важно. Это важно. Это важно. Это важно. Это важно. И вот, ну, мне кажется, ты как раз пытаешься это как-то компенсировать… Ты точно не знаешь, насколько вынужден, насколько не вынужден, но пытаешься это компенсировать, разделяя безработные… И неактивные. Да. Ты считаешь, что большинство неактивных – это не вынужденное. Так? А на самом деле это… Но тут еще вопрос того, насколько респонденты будут открыто об этом заявлять. То есть кому-то, например… То есть есть подозрение на то, что это будет еще и сензитивный вопрос. То есть насколько он будет… Ответы будут отражать реальные причины. Вот, например, кто-то… Ответы на этот вопрос. Ответы на этот вопрос о причинах. Но это уже другая история, да? Нет, но это просто к тому, что эти ответы тоже мы не можем полностью воспринимать как данность. Например, у человека… Мы как бы видим в один момент через год, да? Угу. Человек мог не найти работу и уйти в неактивность, да? Да, да. А мы думаем, что он ушел в неактивность добровольно, да? Я поняла. А может там среди неактивности… Вы еще искали работу? То есть вы отчаявшиеся без работы? Можно ли уйти? Я не знаю. Ну, отчаявшиеся. То есть среди тех, кто неактивности сейчас, да? Угу. Можно достать тех, кто искал другое или не нашел. Угу. Окей, я посмотрю. Ну, просто смотрите, качество других 60 лет. Угу. Это может быть индикатором того, что сложно. Да, да, да. Ну, да, да, да. Ну, да, да, да. Ну, там такой вопрос есть. Потом доход членов Семита учитывала? Спасибо. У меня были регрессии с душевым доходом в домохозяйстве, институтом. Это не индивида. Но когда я его включала, то у меня сразу по переменной профессиональных групп, часть, не все, но часть, вот эти даммино-профессиональные группы, часть из них становилась незначимой. Вот. Их влияние на самооценки. О чем я и говорила, что в значительной степени изменение душевого дохода, оно ведь скоррелировано с тем, что у домохозяйства исчез трудовой доход этого человека. То есть, по сути, здесь возникает очень большая корреляция. Но это был доход домохозяйства по домохозяйственному файлу из всех источников. То есть, как бы это был не ответ на вопрос, как бы по... Ну, за вычетом, доходом всех других, за вычетом дохода вот этого человека. Ты про это говоришь? Нет. Не трудовой доход. Не трудовой доход. То есть, весь доход домохозяйства за вычетом дохода, заработка того человека, который, да, и поделенный на... Число членов. Число членов, членов. В том плане, исследования Жкрата, очень интересно, как раз они показывали, что не трудовой доход является ключевым фактором. Угу. 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 Ну и вот, может... Ну, это в теории предложения. Труда, да. Да, да, да. Мы его заказали на данных, еще на данных. Угу. Угу. Это, может быть, важно для благосостояния первого компонента ССС, да? Может быть, не так важно для располагаемого власти на отношениях. Или так же власть. Ну, в различных положениях. Угу. Угу. Потом, я согласен, хорошая идея вставить ССС в период Т-1 справа. Угу. И даже в двух случаях. Когда слева у тебя ССС в период Т, и даже когда у тебя разница. Дифференс. Угу. То есть, у тебя слева разница. Угу. Ну, я переводил, да, изменение ССС. А справа у тебя ССС в период Т-1. Ты тем самым сразу смотришь, у кого это социальный ССС падает сильнее. Угу. У тех, у кого он был высокий, или у тех, у кого был низкий. Понятно. Тут может быть дефект какой-нибудь, я не знаю. Есть такой базы, колонны. Угу. А слишком и так был низкий, куда им еще падать. Угу. Да. Да, это хороший день. Угу. Угу. И если ССС у нас 10 принимает значение, да, то может не линейность проверить. В какой-то работе. Девять. Угу. 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 И... Угу. 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 В случае потери работы, его потеря полезности гораздо меньше, чем в том случае, когда он падает сверху. Поэтому как бы как смотреть. Как смотреть, да. Ну, в принципе, они так и формулируют, как-то, может быть, почетче. Ну, как бы, почему это так? Интересно. Ну, еще одна вещь, Аня, может быть, с точки зрения, смотрят люди на динамику рабочих мест, например, там, с точки зрения skill-based или routine-based, да, технологии, change в занятости. Если routine-based, это означает, что средняя часть профессиональной лестницы, она должна проваливаться. Да. Ну, вот как у нас, ну, как мы и смогли. То есть, тогда можно и с этой стороны посмотреть какие-то соображения. Но я согласен с Лешей, что чем более широкий вначале у нас взгляд на этот вопрос, и с чем большим числом, ну, таких вот широких теорий мы это можем связать, тем интереснее, это означает, что это не просто такой вот игра в бизнес, очень узкоспециализированный. Вы это делаете, потому что, ну, вам это интересно, или вас заставили, или еще по какой-то причине. А что это позволяет на общество взглянуть с разных точек зрения, и что-то намногое раскрывает, и для внимания его в контексте иных теорий. И может прямо вот с этого, по втором слайде, вот, чтобы поговорить вот эти вот такие вот интересные вот эти эти гиполисы. То есть, не роль профессии, там, ничего такого. Угу. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, и все. Ну, тогда будем двигаться. В завершение. Спасибо большое. Ну, работа в пути. Так сказать, большой путь прорыва. Наверное, еще есть куда двигаться. Значит, я очень кратко просто вот добавлю то, что меня волнует. Меня прежде всего волнует, чтобы была четкая постановка. Она есть, но ее надо дать четче, с учетом того, как говорится. И от нее более четко и более структурировано двигаться в эмпирическую четко. Потому что сейчас, об этом Василий говорит, методология, она очень размытая. Появляется модель с фиксированными эффектами. Совершенно непонятно, каким образом она привязает, и почему именно она из постановки основной задачи. Что в Ваших данных такого, что именно ее мы используем. Ну, над этим надо думать. Вот соображения, да, как Вы сказали, по поводу difference in difference, или каких-то других вариантов эконометрической методологии, ориентированной на изучение treatment эффектов. Надо над этим подумать. Может быть, это будет более эффективно. Значит, с точки зрения текста, ну, я уже об этом говорил, я бы, конечно, советовал об этом пройтись, отрезав все лично. Потому что есть главное, все остальное должно быть подчинено этому нам. Если Вы хотите рассказать какие-то теории, если у Вас там есть какие-то великие идеи, в других работах здесь все в одну работу поместить нельзя. Пусть оно будет короче, но будет жестче, стройнее, структурированнее, и выводит нас на основной вопрос. Основной вопрос, с какого этажа падут больные. Ну, ладно, успех. Спасибо большое. Спасибо.